Проект. На текущий момент, смысл общий понятен, задача основной экономической зоны, реального флагоплощадки, не просто привлечь резидента, но и запустить в итоге бизнес. И вот это, такими очень широкими мазками, перечень этапов, которые должен пройти каждый резидент от регистрации юридического лица до ввода предприятий в эксплуатацию. Тут порядка 30 разных этапов, то есть получение разрешения, получение экспертизы, согласование, миллион всяких вопросов. И в данном процессе задействована не только особая экономическая зона, либо индустриальный парк, но и множество организаций государственных, подведомственных. И собрать все это в кучу бывает очень сложно. И обмен информацией между этими организациями идет тоже крайне тяжело. Приходится в ручном режиме сопровождать каждого инвестора на каждом этапе для того, чтобы четко понимать, где, на каком этапе проект застрял или какие-то проблемы есть. И когда таких проектов идет несколько, то можно очень просто потерять какие-то вещи из виду. Плюс непрозрачный обмен информацией, когда мы просто врать ему. Да, у нас все хорошо, мы работаем, но на самом деле просто нет какой-то бумажки. 30 дней там, условно, прошло согласование. И проект отдали обратно на доработку. Решением данной проблемы может быть создание единой платформы, ну как по типу госуслуг, когда мы можем показать паспорт, зарегистрировать, номера на машине повесить. Когда у нас есть четкое понимание, что на каком этапе происходит и кто за это отвечает. Вот эту идею мы с Денисом как раз обсудили летом на собрании наших президентов в особой экономической зоне. В принципе, вот такое направление деятельности может быть перспективным и полезным. Ну а мы, собственно, попытались нарисовать это в виде проекта. То есть, ну по сути, а можем другую презентацию, которую у нас есть? Вот, и пытались написать ТЗ. То есть, а кто, собственно, может сделать такую штуку? Потому что, когда мы обсуждали вас в особой экономической зоне, я могу сказать сразу, что так получилось, что это был день инвесторов, день резидентов в особой экономической зоне. И интересно, что очень многие дали сразу обратную связь. Да, нам это нужно, грубо говоря, идеально такой инструмент имеет, чтобы ты там в мобильном приложении видел, грубо говоря, плановый результат. Мы стали думать, как это реализовать. Вот, и попытались создать ТЗ для разработчиков. Поняли, что надо делать два формата. То есть, это должна быть полноценная какая-то такая программа, плюс мобильное приложение для конечного пользователя. То есть, инвестора с возможностью входа туда и контролирующей организации в виде, там может быть, даже где-то это высшее возрастное лицо субъекта, где-то это управляющая компания, скорее всего, и тот уже любой институт. Ну и, соответственно, как Дмитрий говорит, туда же должны подтягиваться и контакты всех исполнителей. Что такая система может сделать? Первое, ну, с точки зрения, допустим, инвестора. Ну, это просто удобный инструмент управления проектом. То есть, это и контроль сроков. То есть, у тебя есть все процессы, разрешенные, как мы проект-менеджеры делаем, такими квадратными взаимосвязями, но они привязаны к реальному календарю и к реальным людям в организации. Как только у нас возникает реальное приложение и это какая-то отдельная программа, то, соответственно, открывается возможность привязать это к системе госуслуг. То, что сейчас очень много делает в развитии, это история «Мой бизнес» — это, по сути, госуслуги для ювлит. И вот, пожалуйста, одна из госуслуг для ювлитических лиц, только это, по сути, инвесторы, которые, начав свой проект, могут, ну, в цифровом виде просто отправлять проектом. И это может быть частью госуслуг, которые антибранжованно получают, где-то там с регистрации бюджета, пополнение налогового, там всякие регистрации. Техническое решение, я сразу понимаю, это очень сложно. Пока мы до конца не видим весь процесс, как это можно вписать в эти услуги, потому что, во-первых, набор, оказывающих эти конечные услуги органов, он будет кастомизирован, в качестве каждого региона будет свой, потому что в каждом проекте он тоже будет уникальным, потому что где-то у тебя госэкспертиза в регионе проходит, где-то ты проходишь в федеральном уровне, где-то у тебя там тех условий одна организация то есть тут много вопросов. Вариативность. Вариативность очень большая, да. Но, по сути, косяк один и тот же. Поэтому мы изначально, формируя ТЗ к этой платформе, хотели бы предусмотреть в ней возможность обращаться в полномочесную организацию прямо у нас. То есть так же, как мы можем сейчас подать документы, вот, допустим, подать заявку на предварительные тех условия. Зашел в приложение, и у тебя там уже этот пунктик, ты уже знаешь, что тебе это в любом случае надо делать, ты, допустим, находишься сейчас на стадии получения авторации резидента, ну, уже нажимаешь кнопку «Подать заявку», и у тебя туда подгружаешься контактное лицо сразу, ты видишь, что он особый газ, или там какой-то алипец газ, энерго, или что-то такое, и ты уже понимаешь, что заявка в ходе на срок пошел, и через 30 дней, если ты не получишь в личный кабинет, то тогда у губернатора там красный флажок высветится. Появится значок «висение», если должен исправиться. Висение в возрастном лице. Вот. Как руки висятся, раз там. Ручка приросла. Потом фланочка. Каждый ты видит. Вот. Поэтому тут еще очень важно иметь, как и тоже часть АТЗ, совместный доступ со стороны и реестера, и управляющей компанией индустриального парка, либо особо экономической зоны. Потому что, естественно, эта история будет работать только тогда, когда к системе будут подключены все участники процесса, и управляющая компания ответственная. Более того, все стороны изъявили желание прозрачности этого процесса. Кто-то может не захотеть. Ага. Вот поэтому пилот мы начинаем с Липецка. Они так смело... Вот ты губернатор подтвердил, а мы когда признавались... Это понятно. Со стороны губернатора готов все понять. Все супер. Я готов всех своих включить в этот процесс все свои организации. СРМ, грубо говоря, будет подключить. Пилотный проект. Да я уверен, что Татарстан на самом деле будет тоже абсолютно точно за. Вот. Ну и, соответственно, да, возможность контроля сроков со всех сторон. То есть не только сроки видят не только проектный менеджер, но и, соответственно, все внешние организации тоже. Вот. Это конкретно совестный доступ. Как это, по идее, будет работать на практике? То есть есть некий шаблон, который содержит основные шаги и привязан с РМ в каждом регионе. Что делать? Допустим, я пришел, я инвестор. Я загружаю в себе приложение. И у меня открывается большое количество окна. Я туда загружаю все параметры своего проекта. Что у меня там объем инвестиций 1,6 млрд за рублей. У меня там класс опасности, там, первый, допустим, или второй. У меня производство какого типа? Все, прям весь вопрос я заполняю. Что у меня там полтора мг. электричества, такого-то нагрузки, такого-то типа, и так далее, и так далее, и так далее. Два источника 1. Все это загружается изначально в матрицу, которая уже, это и есть часть приложения. Как только я все это загрузил, у меня сразу автоматически возникает история. Сейчас покажу, как она выглядит. У меня возникает что-то типа вот этого на экране. Это пока такая обращенная версия. По сути, я получил такой электрический и электронный план график для реализации проекта со всеми этапами. И я могу кликнуть на любой квадратик, и у меня, соответственно, открывается окно. То есть у меня там сразу уже программа знает. Когда я подал, допустим, заявку, когда у меня срок рассмотрения здесь закончился, в процессе ответственной организации, и у меня есть локции разные. У меня есть разные кнопки. Написать сообщение, там загрузить. Прикрепить сюда какой-то файл, сюда, по идее, здесь должна быть история всех моих активностей. Именно по этому процессу. Но важно то, что это не отдельный какой-то висящий в воздухе какая-то услуга. Что, допустим, это услуга электронного получения тех условий на газ. Это не просто висящий в воздухе отдельный услуга. Это услуга, которая встроена в процесс. Если у меня вот здесь происходит сдвижка, то у меня эксплуатация тоже автоматически сдвинется. И это будут видеть все участники процесса. То есть завязано на календарно-ресурсный график. Да. Поэтому когда у нас были примеры, особенно по данному, настолько часто обсуждалось, что очень большой гэп между так называемыми заявленными инвестициями. То есть вот мы на форуме соглашения инвестиционные подписали и заявили, что мы привлекли столько-то миллиардов прямых инвестиций, потому что компания намерена построить завод. И посчитали их в ключе на инвестиции. Вот. А вторая цифра – это реализованные инвестиции. Ну или хотя бы начатые инвестиции. Это все-таки совсем разные цифры. И отсюда возникает гэп между теми заявлениями, которые делались, и тем, что на самом деле существует нам. Вот если мы такую штуку будем применять, то сразу все будет понятно. Первое – почему инвестор, как цитата была, «инвестор пропал со связью». Это опять история из Дальнего Востока. Собирает вице-премьер своих всех вот этих многочисленных соображений, и говорит, почему такой большой проект, там на 6 миллиардов было заявлено, где, собственно, результаты. Прошел год. А там ответ приходит от одного из членов команды. «А инвестор пропал со связью». Я помню, это для меня была просто такая самая знаковая цитата. Ну то есть год прошел, да, у тебя какой инвестор пропал со связью. Здесь вот в данном случае ты видишь весь процесс и понимаешь, что со связью пропал конкретно Иванов Олег, вот его мобильный телефон, он там сотрудник этой организации. А с инвестором там что-то в порядке. А может действительно инвестор просто ничего не делает. Ты видишь, что он не внес, он даже не подал заявку на эти условия. То есть это абсолютно создает прозрачность и удобство для всех. Да? Ну, собственно, наверное, на этом все. Это презентация идеи, над ней предстоит очень много работать. И это мы уже будем делать со соответственной группой. То есть надо понимать какие дальнейшие шаги. Надо, кто может быть исполнителем, какой должен быть для этого бюджет, кто должен быть заказчиком. Все эти вопросы показываются перед тем. Ну, я на самом деле закончил. Спасибо, у нас еще есть гринициатива, поэтому давайте сначала все посмотрим, где им нужна твоя помощь, чтобы получить следующую презентацию. Здравствуйте, Олеги. Меня зовут Зиадимович Руслан. Я работаю заместителем начального управления снициативно-технологий в Алабге. Я занимался внедрением электронного документа оборудования в Алабге практически всех систем, которые к офису относятся. То есть бухгалтеры, зарплаты, управления по целям. Сегодня вот хочу рассказать о концепции, которая у нас возникла с цифровизацией индустриальных парков. Сначала о предпосылках. Почему мы этим вообще начали заниматься? Стратегические планы Алабги в этом году были озвучены, что мы начали искать дополнительные возможности, и в план входит создание региональных федеральных площадок в ближайшее время. И со своей стороны, когда по информационным технологиям такие планы у нас появились, мы начали думать, что мы, собственно, должны... Вот новая площадка появляется, какие системы мы должны появиться в первую очередь. Начали искать информацию, и в итоге нашел документ рекомендации по созданию индустриального парка. Вот ассоциация индустриального парка. В этом документе есть такая схема, то есть стадии создания индустриального парка. Стадии прединвестиционные, инвестиционные и эксплуатационные. И, ориентируясь на эту схему, мы выделили бизнес-функции, которые на разных этапах создания индустриального парка возникают. То есть на прединвестиционной стадии какие-то такие вещи must-have, бухгалтерский учет, зарплата, управление проектами, какая-то функция, начинается общение с потенциальными инвесторами, то есть эти активности неплохо бы фиксировать. На инвестиционной стадии уже началось строительство, все закрутилось, по идее нужен документооборот, потому что заключается много договоров, идут уже оплаты. Эксплуатационная стадия – это понятно уже, когда построились, начали работать. На основе этих бизнес-функций мы разработали целевую IT-архитектуру. Это наше видео. Как видите, она разбита на уровне. Стратегическое управление финансово-казайственной деятельностью и управлением инфраструктурой. Про некоторые блоки расскажу. Здесь представлены блоки. Каждый из них является информационной системой или модулем информационной системы. По стратегическому управлению есть блок BI-аналитическая система. Что это такое? Это система для принятия управленческих решений для руководства. На основе данных. Мы такое внедрение уже у себя ведем. Есть у нас система аналитическая атмоса, в которой грузится информация из систем диспетчеризации. То есть из ЛЭШ-учет, из пирамиды, из таких вещей, чтобы увидеть расходы энергоресурсов. Они с какой-то периодичностью удергиваются раз в полчаса. Для того, чтобы можно было какие-то взаимосвязи узнать, увидеть. Также туда грузится информация о финансовой деятельности организации. В общем, это инструмент для аналитики, для руководства. Потом, хочу обратить ваше внимание, что в центре стоит система электронного документа оборота. Почему она в центре? Деятельность любой организации – это, по сути, набор бизнес-процессов. И у нас на документы оборота многое завязано. И, собственно, есть планы дальнейшие по развитию бизнес-процессов. Что у нас там сейчас есть? Первое заключение договоров идет в документы обороте, грузится потом в Алтей. Во-вторых, заявленный платеж через документы обороты. Сейчас мы внедряем систему учета услуг и энергоресурсов тоже через документы обороты. Что это такое? То есть, у нас есть исполнители порядка 30 человек. Час предоставления услуг каким образом выглядит? Каждый месяц исполнитель формирует реестр, какие там они услуги резидентам оказали или прочим контрагентам. Excel распечатывают, подпись ставят, несут все это в бухгалтерию. Бухгалтерия на основе этого Excel-файла выставляет счета на оплату. Мы сейчас что хотим сделать? Реестр внести в документы оборот. Соответственно, вот эти логистические все темы исключаются. Просто согласование идет и все. Потом, вот здесь есть система взаимодействия с резидентами. На самом деле, это концептуальная вещь, о которой мы задумались независимо от Максима и Дениса. На самом деле, это примерно то самое, что было описано в предыдущей презентации. И я тут вижу какую связь. Вы рассказывали о том, что резидент, когда приходит инвестор, проходит какие-то определенные шаги и видит, кто ответственный. Вот, наверное, есть смысл подвязать эту систему к внутренней системе управляющей компании, для того, чтобы видеть, собственно, кто управляющей компанией за тот или иной процесс отвечает. То есть, опять, система электронных документов оборотов внутренней. А у вас в управляющей компании сколько сотрудников всего один раз? В нашей? Ну, вообще, давала бы я. Тысяча? УК, управляющая компания. Ну, управляющая компания, да ладно. Тысяча тысяч. Тысяча тысяч человек. УК, управляющая компания. Я просто к тому, что это довольно уникальный случай. Я поэтому задавал твой вопрос. Обычно? Обычно. В индустриальном паре, но я не знаю. Короче. Разрешите вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас там система управления НСИ есть. Можете мне рассказать, что это такое, на такой базе и что вы там включены? Да, я чуть дальше про артистуру вообще расскажу. Но вот конкретно мы столкнулись с чем? Система управления НСИИ – это управление нормативно-справочной информацией. Конечно. Есть в организации куча разных информационных систем. И между ними циркулируют справочники одни и те же. Это номенклатура, контрагенты, банки. Ну, в общем, такая информация одинаковая, да? Ну, проблемный рост всех компаний – это то, что эти системы внедряются в разное время. И, соответственно, в разных системах может быть разная информация. Это вызывает определенные проблемы при… в тот момент, когда начинается интеграция между системами. Ну, вот. Собственно, поэтому управление… систему управления НСИИ сюда и включено. А на какой уровень вы подняли эту систему управления НСИИ? Ну, понятно, что у всех организаций… Дальше покажете, да? А я вот специально выделил, как бы, что у нас есть в данный момент и чего у нас нет. А то есть этого еще нет, да? Да. И вот мы столкнулись… Ну, с этим и был, собственно, связан вопрос, потому что система управления НСИИ в данном случае у вас будет ничего. Ну, на них устроится все, а у вас есть БИА и ваша машина вообще. Потому что вы будете понимать, чем вы управляете, по основе чего. Ну, да. Вы правы. Вот БИА и аналитическая система, она у нас в эксплуатации еще не введена, но все в процессе. Понятно. То, что есть, оно выделено подкупой. Ну, извините, можно я закончить, да? Когда вы планируете? Понятик этому вопросу. Нам просто действительно это интересно. Когда вы планируете? К системе управления НСИИ. То есть, когда вы разработаете этот модуль, интеграция НСИИ? Интеграция НСИИ.